Что ты ощущаешь? Моё сердечное пространство, оно большое, очень большое. Я могу связывать кристаллы через своё сердечное пространство со светом, истинным светом, и так влиять, созидать на всё сущее. Какие будут изменения? Всё по плану Творца. С земля перейдёт к разуму. Куда выше? Выше, 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 поднимется по вибрациям выше в другое измерение. В каком году? В каком году это произойдёт? Уничтожать! Ну, у тебя какие-то негативные моменты запомнились в детстве? Вообще, было ли у тебя какое-то насилие или мистические какие-то моменты, может быть? Мистика у меня постоянная была. Постоянно. Я ходила по ночам. За мной постоянно бегали или чёрная собака большая, или волк. Постоянно, значит, я видела сущности и стояли надо мной. Значит, мистика у меня постоянно. Когда ты видела сущности? Ночью? Да, да. Открываю глаза, вижу стоят. Чё, ничего, говорят? Ну, ничего, я закрою глаза, покройся одеялом. Боялась, да? И боялась, да. А маме рассказывала? Ну, да, рассказываю. А что? Все говорят, да, выдумываешь. Выключи свет. А я включаю, а не выключи. Хорошо. Дальше ты выросла, пошла в школу, у тебя начинается половое созревание какое-то, да? И вот тут началось. Да, 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 так, так, давай, погнали. И тут началось. Да, что? Да, значит, все маньяки мои были. Ты у нас целительница, короче говоря, да? Ну, видать, да, это я сейчас... Как у тебя с фиолетовым цветом вообще отношения? Классное. Ты видела его когда-нибудь в своей жизни? Да, да. Когда? Ну, я его часто вижу. Когда захочу, вижу. Вот о чем я и говорил, да? Как раз тебе. И поэтому они знали, у тебя много целительской энергии, и они ее, как сказать, брали, ты как, скажем так, в сексуальном плане. Что, были изнасилования у тебя? Очень много. Значит, меня насиловали. Те, кто, наверное, никого не насиловал, меня почему-то должен насиловать. Ну, знаешь что, я сначала, понятно, сначала, как идет там вот эти страдания, то у меня есть такое хорошее качество. Я быстро перерабатываю, выхожу из-за этого, как пережигаю. Вот выжгла, пошла, выжгла, пошла. Но я долго жила в состоянии страха. Значит, я, когда ушла из того места, пока я дошла до вот этого, где я здесь и сейчас, много вот страха было, били меня и убивали. Ну, вообще, мужчины, вот вроде бы, у них постоянно было желание меня иметь, закрыть куда-то вот в такую коробочку, и чтоб ты моя, моя. Да, а не знаю почему. Драгоценность, драгоценность. Ну, это они же просто были под влиянием нижняков, ты же понимаешь, что они-то, мужчины сами играют другую роль. Да, я понимаю, да. Это просто души еще неосознанные, которыми управляют как раз-таки вот такие сущности. А как у тебя вот, да, вот все вот эти насилия отложились на отношения к твоей личной жизни, к мужчинам? У меня секс вообще перестал интересовать, да. Я когда там начинала отношения, вот влюблюсь все так классно, красиво, в моей жизни все начинало рушиться. Значит, все падает. Значит, мужчина оставался без денег, без ничего, значит, все вот это пропадало. Потом приходило время, когда мы расходились. На моем пути встречался какой-то мужчина, который обожает меня, который богатый, который заботится обо мне, любит меня. Я его не люблю, но я понимаю, что он мне сейчас надо. И к чему это приводит? Ну, я все равно же вышла. А к чему приводит, что в конце он сначала, типа, вот я просто тебя люблю и все. Потом он хочет меня закрыть вот эту коробочку. Золотую. Да, и не пускать. И вот тогда я поняла, что мне нужна свобода. И вот эта свобода была такая кровавая. Не хочу ничего сказать. Расплата, расплата. А они же, Никита, понимаешь? Потому что, как говорят еще, что слева демон, справа ангел. С левой полушария, правая полушария. И в левом полушарии находятся программы. Вы не забывайте о том, что человек, его тело, его подсознание – это создание демонов. Поэтому демон специально тебе говорил, иди туда, тебе надо, потому что он изначально знал конец. А в конце его ждет награда. Это дичайшие кровавые там события с тобой, и ты выкидываешь очень-очень-очень-очень-очень много энергии. Всегда смотрите на ментал. Кто выгодополучатель негативной энергии? На какой частоте я нахожусь? Правильно ли я мыслю? Обращайтесь к своему сердцу. Вы всегда будете идти туда, куда сердце, оно вас всегда приведет к позитиву, потому что у него энергия такая. А мозг приведет всегда к негативу, потому что мозгом управляют демоны, и они программируют его для того, чтобы результат оказался им выгоден. Как складывается твоя личная жизнь, исходя из всех этих событий? Вышла замуж первый раз, значит, не по любви, но у меня в жизни, знаешь, как будто я знала, если я сделаю вот это, как бы, перейду вот этот мостик, сожму, значит, дальше мне будет идти, как бы я, будет идти как надо. И мне, я понимала, что мне надо выйти за, я знала, что я с этим человеком не буду, значит, но я родила дочку, у нас все нормальные отношения, пришел момент, я просто ушла, и все. Значит, вот эта независимость мне очень тяжело добалась, значит, я к ней так долго и шла. Потому что ты слушала свой мозг, а не свое сердце. Вот, хорошо, а то сейчас, получается, ты одна, в разводе, да? Не, у меня есть мужчина, с которым я живу уже шесть лет, значит, это вот все, моя половинка. Окей, хорошо, так, расскажи, а что-нибудь такого с тобой в жизни случалось, какой-то мистический случай или какие-то сны, кстати, как ты спишь, как ты... Ну, у меня каждый день можно фильм снимать, вот утром проснулась. Какие чаще всего бывают? У меня, раньше у меня постоянно были битвы, значит, я постоянно видела какие-то существа, которые, они были в облике людей, они меня искали, я знала, что они меня ищут. Я знала, что они близко, но я всегда умудрялась от них уйти. Потом начались какие-то сны, которые я кого-то спасала. Потом у меня... Так ты у нас этот архат, что ли, спасатель? Да я что, да не знаю, что я такое. А с магией, а с магией у меня целая жизнь связана. Во-первых, у меня две прабабки были целительницы, это я знаю. Бабочка у меня по мамы на Элине, я не знаю, кто она была, но ее все боялись. Значит, соседи ее... Темная, что ли, да? Я думаю, что да, да. Скажи, пожалуйста, как вообще у тебя со здоровьем на данный момент? Все хорошо? Да. Или каких жалоб нет, слава богу? Или что-то хотела бы поисследовать, посмотреть? У меня может просто, если будет, можно посмотреть. Я начала заниматься год назад крия-йогой. Когда я начала ей заниматься, значит, год, значит, у меня... Я могу целый день работать по 15-16 пациентов, принимать. У меня... У меня же дом большой, там, дети, все, я готовлю. У меня вообще нет проблем ни с энергией, ни с болью. Каких 15 пациентов, я понимаю, чем ты занимаешься? Ну, я мануальный терапевт. Мануальный. А, да, 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 да. Значит, поломать 15 людей, да, поучаживая. Ой, слушай, да. А это ты где делаешь? У меня дома есть рабочий кабинет. А у тебя были когда-нибудь сны, чтобы тебя кто-нибудь похищал, там, или... Нет, инопланетные, нет, не-а. Ситуации не было, да? Не-а. Единственное, у меня было... Я умею летать, когда я захочу. И у меня было, когда я вылетала вот в космос, вылетала и видела планеты, звезды, созвездия, да. Вот это было. Но я была сама. Сексуальные сны честились? Да, было по-любому. Было по-любому. Только говорю, у меня последние вот это пару лет, когда я начала заниматься собой, вот это все начало прекращаться. А уже когда сейчас занимаюсь крией год, у меня вообще это прекратилось. Так, а какие аспекты ты бы хотела изучить, исследовать сеансы? Вот это мне очень интересно, если можно род отца, потому что я думаю, что там по роду отца что-то есть, что для меня важно. Вот, нет вообще связи, я не понимаю ничего иначе, я их не чувствую, а мне нужно. Посмотрим. Да, вот это мне очень интересно, вот этот аспект просмотреть, да. Ну, а мы с ним понятно, что там столько нежняков было, и магии, и все. Ну, посмотрим, да. Ну, посмотрим, да. У вас будет работа именно там. О чем ты вспоминаешь? Пространство бледно-синий. Какой-то звук, как будто вибрация. Приятная или плохая? Нейтральная. Так должно быть. Сконцентрируйся, где источник этой вибрации? Это центр моей головы. Оттуда исходит эта вибрация? Да. Куда она идет? Пространство распространяется. Последуй за ней, посмотри. Ее цель достижения. Космос. Она передвигается по космосу, идет к какой-то точке. В какой точке? Последуй за ней. В какой-то созвездии. Кажется, Андромеда. Вот этот луч идет к Андромеде. Куда он дальше идет? Посмотри. Мне идет кристалл. Хорошо, Наташа. Сейчас Лена зайдет в твое энергетическое пространство. Ты позволяешь ей? Да, конечно. Я ее чувствую. Какой стороны чувствуешь? Правой стороны. Наташа, ты слышишь Лену? Да, я ее чувствую. Горячо. Чувствуешь? Да, горячо. Я огнем зашла, прополичь, прожечь. Что это за пространство, в котором находится? Наталья. Давайте я опишу ее тонкую копию, ее поля. Дело в том, что они делятся на две части. Верхняя часть – свет. Только поток Творца и Создателя поддерживают. Это и есть та самая вибрация, связь. Все, что ниже, сомкнуто, перевязано, сжато. Поворачиваюсь за спиной. Сломали. Тонкая копия, связь с нижними мирами. Я наблюдаю высокую скалу. И огонь двигается против часовой стрелки. Там много-много душ. Двигаются, двигаются, двигаются. Ты здесь. Связь большая. Энергооток большой. Много молодых демонов на этой скале. Смотрят на меня. Шпят. В поляности вижу несколько сущностей разного порядка. Связаны сильно, туго. И не удержат. Лена, а что это за разделение? Почему ее разделили? Говорит, ошиблась. Должна. Крылья. Зачем ее так надломили? А что должна, Лена? Что она должна? Долг вернуть. Только это и держит. Как говорят, сотрудничали вместе. Говорят, сейчас отрабатывает. Меч забрал. Меч с камнем. Синий-фиолетовым. Синий-фиолетовым. А руки держит. За что отобрал меч? И за что отрабатывает? Покорялась. Прошлое магическое есть. Связь оттуда. В популярности вижу. Несколько сущностей. Пойдем туда. В это прошлое. Кем ты тогда была, Наталья? Мужчиной или женщиной? Женщиной. Женщиной. Хорошо. Я вижу себя высокой. Хорошо. Светло-голубой, Лена. Посмотри не только энергетическим зрением. Образ опиши. Да, энергии пока такие. Опиши образ. Какие у тебя волосы? В чем ты можешь быть одета? Что на тебе? Какие одежды? Светлые волосы. Хорошо. Падающее платье. Это платье какое-то яркое, нарядное? Или же это простое платье? Это красивое платье. Оно не яркое, оно просто красивое, нежное. Почувствую, это твоя энергия? Да. Как тебя звали? Кида. Ида. Кида, Ида, не понимаю. Лена, как ее зовут? Ариала. Ариала. Привет, Ариала. Мне приходило это. Я думала, выдумываю. Ариала, как ты себя чувствуешь? А, пошли. Ариала слышит меня? Слушаю тебя. Расскажи, где ты находишься. Атлантида. Это мой дом. Она знала об этом. Что ты там делаешь? Что ты там делаешь? Творю. С энергиями, стихиями. Кристаллы. Что ты творишь? Материализую. С помощью стихий. Что надо для нас, то и материализую. Например? Пространство. Могу сделать город. Могу сделать здание. Могу сделать сад. Живое. Все живое. Работаю живое. Кристалл наполняет землю. Наполняет, наполняет, наполняет. А что это за кристалл? Их много. На разных местах. На земле. Скажи, где на земле они расположены, эти кристаллы? В центре земли. Под океаном. Один она почувствовала, нашла. Там, где живет сейчас. На острове. Что эти кристаллы делают? Как ими пользоваться? Их надо все активировать. Все собрать, чтобы гармонизировать пространство. И связать пространство. Для чего? Чтобы поднять вибрации, наполнить землю цветами любовью. Чтобы поднялась земля. А как их можно собрать? Как их активировать? Знания открываются. Вспомнят. Все вспомнят. А эти знания можете передать Наталье? Она пришла за ним. Она вспомнит. Есть. Пусть от сердца откроет. А вы можете ей помочь быстрее вспомнить? Я ей помогаю. Все ей помогают. Она должна вспомнить. Она очень хочет. Что ты ощущаешь? Моё сердечное пространство, оно большое. Очень большое. Я могу связывать кристаллы через свое сердечное пространство со светом. Истинным светом. И так влиять, созидать на все сущее. И какие будут изменения? Все по плану Творца. Земля перейдет. Проснут. Куда выше? Выше, выше. Поднимется по вибрациям выше в другое измерение. В каком году? В каком году это произойдет? Недолго ждать. Недолго ждать. Недолго ждать. Активируются люди. Активируются души. И что произойдет? Мы что, все без работы останемся? Работы будет очень много. Очень-очень много. Как будет происходить активация у людей? Так же, как и у нее. Вспомнит. Осознает. Ведут. Сейчас очень ведут. Всех ведут. 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 Если проявить желание. Кто ведет? Высшие ведут наставники. Ведут подталкивают. Ведут указания. Подсказки. Ведут. 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 Все пространство ведет. И если выразят намерение и желание проявить свободу воли. Доведут. Доведут. Что произойдет с человеком, который дойдет? Он будет все, что захочет быть. Все. Как и раньше было. Проснется Творец. Сколько тысяч лет назад это было раньше? У меня идет цифра сто тысяч. Не знаю. Сто тысяч. А что будет с паразитами? Они покинут планету или тоже перейдут? Спроси. Они останутся в своем пространстве. Там, куда перейдет живая, живородная энергия Гаи, Земли и чистых душ, там не смогут быть. Это будет другое пространство. Пространство разделится. На физическом плане это как-то будет выглядеть? Или это пройдет незаметно? Те, кто осознал, осознают. Кто не осознал, не заметят. А какая жизнь была у Наташи по счету, когда она была на планете, когда она была Ариалом? Спроси у Ариала. Какая жизнь у тебя была по счету на планете? Восемнадцатая. Восемнадцатая. А что так много? Должна была остаться. С одной стороны, делала ошибку. С другой стороны, если бы не эта ошибка, ее бы сейчас здесь не было. А сейчас какая жизнь у Натальи? Я не знаю, мне идет двадцать пять. Двадцать пятая, да, у меня тоже. Ты улетала в Абсолют? Да. Я всегда там. Связь пространства Творца-Создателя непрерывна. На этих энергиях и держишься. Ты слышишь их постоянно, а вырваться не получается. Да. Нет, она не уходила, не поднималась. Ни разу не поднимала? Нет. Она жрится. Связь полонета и сильна. Что за ошибку, Наталья, ты допустила? И мне идет вроде бы земная жизнь понравилась. Земная жизнь бесценна. Жизнь необходимо уважать. Помогала другим приобретать жизнь. Дети рождались с одного воплощения в другого. В другое. Так же и там души на пути к воплощению высветляло. Несмотря на то, что приходили они с энергиями и программой низкой чистоты. Своими жреческими знаниями делала это. И в этом воплощении, и во многих других. То есть компенсатором была? Да. Просто уничтожая, удаляя, выжигая низкую чистоту. А каким образом она это делала? Камни, энергии. Пространство помогало. Просила его об этом. Портал открывала. Слышала души. Молящие. Тех, кто просит. Они из нижних миров. И тех, кто просит о воплощении. Что за ошибка в результате была, которая привела ее к низшим мирам? Нарушение оконного пространства. Наталья, что это за нарушение? О чем говорит Лена? Перешла границы дозволенного. Слишком много на себя взяла ради. Какого дозволенного рассказывай? Что нарушила? Должно было быть в гармонии. У каждого свой опыт. Многие неосознанно страдают. Просят о помощи. Понимая, для чего это им здесь и сейчас. Почему есть те, у кого нет детей. Души страдают и внизу. Каждому помогала и воплотиться, и подняться. Вытаскивала всех. Тем самым брала на себя применение обязательств. На себя. Наталья, какие ты брала себе обязательства? Я думала, что я смогу переработать эту энергию. Назад вернуть ее. Да. Они ее зажимали и скручивали. Пользовались. Это договор. С кем договор, Наталья, ты заключила? Нижний. С кем из нижних? Лен, помогай. Князь тьмы. Или его демоница? Ну да. Это имя шло в голову, а женское имя не шло. Демоница рядом стоит. Два инкубов молодых за спиной. И рептильная сущность. Наталья, как давно они с тобой? Идет много воплощений. Перенесись в тот момент, когда вы первый раз познакомились. Что это за место, Наталья? Я вижу гору. Я стою на ней высокое-высокое. Мое тело на половине прозрачное. И мы договариваемся. С кем договариваемся? С кем договариваешься? Подслушай разговор. О чем договариваетесь? Что он тебе обещает? Что он будет пропускать души. Лена, какие души будет помогать пропускать? После жизни на Атлантиде она не ушла наверх. Она осталась в пространстве. Хотела уйти, не получалось. А что произошло, Лена, в Атлантиде? Как Ариал прожила эту жизнь? Я просто вижу, как из-под воды выходят пласты тонкие, скальные, поднимаются наверх. Вот так. Угу. Зубцами. Горох от вокруг. Похоже на землетрясение. Я себя не вижу, как я умрела. Я просто вижу себя. Скалы поднимаются, выходят. И я как будто вышла так же с ними. Я стою наверху этого. Тела нет? Тела нет. Но она здесь осталась, да. На физике посмотри. У Ариала спроси, как ты на физике умерла? От чего ты умерла? Спроси. Она говорит в борьбе, в битве. С кем боролись? За Атлантиду? Было все. Было их много. Кого было много? Кто они? Были сущности. Как они выглядели? Были рептилии. Были дракийцы. Были все, кто хотел, кто ты был. Все хотели добраться до земли. Раташа, а как они проявлялись на физике? Я вижу их, как какой-то народ, который был меньше нас. Темный. Опиши этот народ, как ты его видишь? Маленькие. Для меня нормальные. Но для меня, какая я была, маленькие. Обычные люди, коренастые. Темные, густые волосы. Хитрые, хитрые. Очень хитрые были. Работали с нижними, с инопланетными. Продали. Давай мы узнаем, как этот народ именовали. Лена, это возможно, что у меня идет Асуры. У меня идет Ахуры, а я понять не могу. Значит, Асуры. Так, что произошло дальше, Наташа? От нас они хотели для себя. Им все равно было для... И мы им мешали. Мешали, да. Чем вы им мешали? Своим присутствием. Пока были мы, они не могли делать с планеты все, что хотели. Они хотели быть хозяева этой планеты. Пока были мы, они не могли быть хозяева. А вы как относились к людям? Хорошо. Мы работаем вместе. Хотя... А люди были меньше вас по росту? Да, намного. Намного меньше. Мы им помогали. Вначале мы их научили. Вы над людьми проводили какие-то казни? Я не. Насилие. А другие атланты, ваш народ проводил? Были. Были такие. Эксперименты делали, да. Были такие. А где вы находились? В каких частях Земли? В материк, которого нет. Почему мне идет мол? Может, я ошибаюсь, Лена? Мол, все правильно. Правильно тебе идет. Где он находится? Атлантический океан. Но мы были еще на других местах. А где вот суши? Вы там были? Ну да. В атлантическом материке был суши. Мы были здесь. Откуда Наталья? Где вы живете? Не зря ее привели в Хорватию. Были здесь, в горах Боснии. Здесь много потомков. Эти маленькие люди, они были везде. Где мы, там и они. Мы им нужны были для знаний. Откуда они появились? Лен, мне идет, что мы сами ими помогли как-то. Чтобы они здесь были на Земле. Как-то мы их активировали, не знаю. Как вы их активировали? Они были в состоянии анабиоза. Так, молодец. Нам нужны они были. Нам тяжело было. Здесь, на Земле. Нам нужна была трансформация наших тел. менялась пространства. Должны были наши тела меняться. Мы их вывели из анабиоза. Наталья, Ананаки, Аллахимы. Это к вам? Ваше обозначение? Нет. Не нас. Но они здесь были. Но это не мое. Я чистая. Я из источников. Вы говорите про людей, те и эти люди, или это какие-то другие? Люди. Которых вы вывели из анабиоза. Кто это? Они как аборигены Земли. Были давно-давно. Сол миллион лет у нас были созданы. А кто их создал? Инопланетные созданы. Это эксперимент. Инопланетные, да. Наташа, почему они были в анабиозе? Ну, типа, знали, что будут им еще нужны для их цели. Хорошо получилось. Хороший материал. Вот и исходы были. Хорошо, Наташа. Посмотри, что было дальше. Как ты в этой борьбе погибла? Что с тобой произошло? Ой, много вот этих. В них демоны были. Вокруг меня. Возле пещеры. Мечом убили. Оттащили. Артефакты забрали. Камнями забросали. А что, не было таких сил, сильных? Вы же выше, больше. У вас технология лучше. Им дали технологии. Мы не воевали. Им дали технологии войны. Мы не воевали. Кто дал эти технологии? Вот те, кто их сотворил. Инопланетные. У нас, во мне, во мне не было понимания убить. Они тоже, получается, присутствовали? Инопланетно. Они напрямую не влезали. Они были со стороны и управляли их. Не могли, не имели права напрямую влезть. Многие из нас не могли убивать. Это тоже повлияло. Ты имеешь в виду вот эти вот паразиты, да? Которые наблюдают со стороны. Мы не могли. Мы как раз они могли убивать. У нас не было понятия убийства. Это мы поняли. Они могли убивать. Они знали это. Но нам не страшно было умереть. Мы знали, что это перерождение. Наталья, посмотри. Вот убивают ареала. Куда душа ее направляется? Куда она перерождается? Посмотри. Она не переродилась. Она поднялась. Она всегда находилась в этом пространстве. На связи с Творцом. Но скале осталась. Она не хотела уходить. Проследи, куда она пошла. Проследи за ней. Посмотри. На суд. По новое тело. Угу. Вниз нырнула. Затянула потом. Да. Такая же скала в нижних мирах. Ага. Поэтому я видела скала. Только черная. И вокруг оранжевой энергии много душ. Да, да, да. Часовой стрелки идут. Я видела скала. Да, да, да. Я видела их. Огонь вокруг. Да. Творческая энергия. А куда они идут? Поддерживают пространство это. Для нижних это место силы. А где-то на физике есть. Наталья, и что там с тобой происходит? Ну, хочу остаться. Подписывай договор. Договор о чем? Скачивать жизнь. Скачивать жизнь. Творческий потенциал. Сексуальное. Сексуальное. Все забирают, забирают. Но. Что дают взамен? Посмотри. Они забирают эту энергию. Как бы для своего мира в общем. Правильно ли, Лена? Для создания. Для создания своих, да. Они не забирают как-то для кого-то отдельно. Они забирают для своего антимира. Но мне остается связь с Творцом. Всегда я живу в два мира. Творю. Я могу творить и в нижних мирах, и в верхних. Правильно ли, Лена? Да, все так и есть. Следующий опыт всех выпущен. А что-то еще ты хотела получить от них по этому договору? Что они тебе дают еще? Я просто хотела остаться здесь. Я знала, что я нужна. Я просто хотела, я не хотела, чтобы они захватили все. Я хотела иметь возможность приносить свет, творить пространство, выравнивать, армонизировать. Все, что я творила, пропускала сверху, а не зеркалили вниз. Так ли, Лена? Да. Да. Молодец. Что происходило дальше, посмотри. Наталья. Ничего. Желаться воплощения, воплощения. Всегда. Но я знала. Знала, что придет воплощение, когда у меня появится возможность выйти из этого. С какого воплощения ты в нижних мирах? С того самого. В каком моменте твое подсознание спустилось в нижние миры? Видишь, посмотри. Повернись, и ты все увидишь. Оно знало. Оно знало, оно знало мое подсознание, когда подписывала уговор, оно это делало осознанно. Значит, в той самой воплощение после Атлантиды. Да, Лена? Осознанно выбрала. Выбрала. Походить не хотела. Знала, на что идет ради. Ради творения. Любила жизнь, полюбила землю. Энергии Гаи. Наталья, ты умирала насильственной смертью? Душа, они не приходили. Они не знают. Там было по-разному. Кто был на суде? Давай посмотрим. Рептилию. Спруты. Еще. О, маноиды нежные. Вся компашка. Да, Лена? Не знаю, правильно ли. Да, посередине стоишь. Да. Но я их вообще не боюсь. Таких. Наташа, посмотри. Посмотри, как ты вышла на их чистоту, как ты с ними встретилась. Вот после смерти Ареала. Как ты выходишь на их чистоту, как ты с ними встретилась? Я разозлилась. Разозлилась. Так. Да. На кого? Разозлилась на них. Что тебя убили? Ты на это разозлилась? Нет. Я разозлилась на них, что они сделали с землей. А что они сделали с землей? Они все чистые источники закрыли. Начали ее мучить. Я знала их планы. Земля упала, получается, по вибрациям? По вибрациям, да. Ну, значит, это нужно было Творцу? Просто наступило время? Я знаю. Но я тогда была здесь. Эмоции, эмоции. Научила. Наталья, как Ареала попала в ситуацию, когда ее убили? Саму Ареала убили в битве, я тебе сказала. Как она пошла на эту битву? Надо было защищать свой дом. Напали, нас напали. Те маленькие люди. Напали на всех нас по всей планете. И на нашу часть также. Кто-то выжил в этой войне? Да. Но ушли. Ушли из земли. Кто? Есть, кто выжил. Открыли порталы и ушли. Леночка, не знаю, правда ли, что ушли на Андромеду. Я скажу, как-то спросят. Да, я тоже вижу. Леночка. Да? Там все вместе. Стихийное бедство и война. У них была договоренность. Что-то вроде мирового соглашения. Можете называть это экспериментом. Для них были важны тела меньше ростом. Для дальнейшего существования. В таких высоких телах было бы сложно. Менялось пространство. Его энергия. Поэтому это как перемирие. Как соглашение. Там были заинтересованы все. У нас здесь. А они напали. Потому что понимали, менее слабы. Это были ассирийцы? Ассирия? Да. Хорошо, Наталья. Да. Перенесись до момента, когда на вас напали назад по ленте времени, когда на вас напали, на вашу Атлантиду. Найди ареала в мирное время. Что она делает сейчас? Работает со стихиями воды. Отвлеки ее на секунду. Как она работает со стихиями воды? Своим намерением. И стихия вам в теле. Кристаллы. Вода. Эфир. Намерение. Соединяю. Себе. Через свое сердечное пространство. Созидаю, гармонизирую пространство Земли, какое нужно нам. И что это дает вам? Мы живем в гармонии людьми и любви, в гармонии с Землей, с существами, с энергиями Гайи. Здесь много существ, которые дети ее, которые не есть люди. Кто такая Гая? Энергия Земли. Как живо? Да. Ну, немножко. Живо – это все. Сознание. Да. Гая отдельно. Живо. Гая вливается в живу. И за что отвечает Гая? Она элемент, она элемент, с помощью которого Создатель созидает миры, пространство, тело, все, материя. Она участвует в создании материи. Хорошо, Наталья. С другой энергиями. Ареала нас сейчас слышит? Да. Ареала с помощью воды могла создавать материю? Да. Вода, она сжимается. Берешь кристалл, энергии Земли, намерение эфир, кристаллизируя, сжимая, и материализуешь. Это так просто. Наталья, подойди сейчас к реалию и передай ей указательным пальцем всю информацию, которая произойдет с их миром до момента здесь и сейчас. Вместе с ней. Какая у нее реакция? Она это знала. Я ее ничем не удивила. Наталья, хорошо. Скажи, что ты сейчас пришла к ней, потому что ты хочешь освободиться от того лживого контракта, который она заключила. Она хотела бы изменить ветку вероятности событий в своей жизни на эфирном плане. Да, мне очень жаль, что из-за меня пострадала ты, спасала всех, а себя не спасла. Хочу. Живи, свити, будь свободна, освободи. Хорошо. Пусть тогда подумает о том месте, о той ветке вероятности событий, где она выживает и улетает из планеты. Пусть найдет эту ветку. Нашла, она уже стоит под порталом. Открывай портал. Посмотри, как она там проживает жизнь. Как она умирает? Там она живет очень-очень долго. Угу. Посмотри, как она умирает в осознанности. Она не умирает, она просто переходит к источнику. Хорошо. Ей там нравится? Да, это. Она готова там остаться? Да. Тогда закрывай портал, переключай все каналы и почувствуй изменения. Да. Наталья? Да. Я стала светлее и больше. Прозрачнее. Лена? Да. Какой ты видишь Наталью? Светится белоголубрыми оттенками. Энергии наполняются, наполняются. Больше не связано. Крылья энергетические на месте. Связь с пострастным восстановлением. Да, Леночка, да. Я всегда знала, что у меня есть крылья, но я почему-то могла пахать. Потому что раньше они были активированы. Активируй свои крылья. Пошла активация. Я крылья могу упорядовать не стесняйся. Я крыльями могу. Воронку световую закручивает, расширяет. Да, я могу убирать тему, расчищать. Прямо. 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 Связь с планетой сильная. Тебя слышит? Да, Гайя. И я в своем сердечном пространстве энергия Земли. Энергия цвета, любви, розовая, зеленая Земля в своем сердечном пространстве соединяю и наполняю, гармонизирую, как на небе, так и на земле, как на свет есть. Лена, что происходит? Будто бы ветер энергетический сейчас поднялся. тонкие лучи, бело-голубые, пронизывают пространство в воронку, противочасовые стрелки уходят вниз. Некий информационный шум, мешающий, подавляющий извне. А световые лучи наоборот раскручиваются и наполняют. Защита выстроена. А что с нижними? Подслушивали, подсматривали, но их здесь больше нет. Леночка, они в стороне, правда? Ты их вниз отправила? Да. Обратно? Благодарю за все. Наталья, давай сонастроимся с твоей крайней жизнью, переносись туда. Комнату диагностики Лены. Лена, ты похожа на фею. И просканирую ее по частотам. Мы в комнате находимся. Готовы? И просканирую первым частоту представителей нижних миров. левая ноги. Польшой импульс по этой частоте. Пошла вибрация. Левая нога внизу. Да? Вот и подавляешься в эту энергию. Ты прям огонь туда опускаешь. жжжж. Да, да, я знаю, я ее не даю, уже давно не даю. Я собираю поток абсолютно. Посмотри, Наталья, посмотри, что у тебя на левой ноге. Как будто они еще, как тебе сказать, они как будто пробуют, у них здесь, надо закрыть просто там, они уже не здесь, но у них есть еще связь с этим, так ли это, Лена? Связь с тобой есть. Да, связь там, да, она как бы, она не может... Через что связь? Через близких, да. Через близких, да, да, Через кого из близких, да, через кого из близких влияет? Через всех. Значит, я, я, как бы, слабая на близких, вот она и влияет. Леночка, помоги. Через мужа влияет, Наталья? Через мужа влияет? Да. Через всех мужчин? Через всех, да. Посмотри, кто стоит за твоим мужем? Ой, там парень стоит такой, серьезный. Он у тебя раньше был? Это не мой. Он имеет связь к тебе? Ко мне нет, но он с этим, который у меня, они тут. Канал есть к тебе? У него канал, я не вижу канала, Лен, ты видишь? Диманица там, у меня связь. Через всех мужчин пытаются влиять. Раньше совсем по-другому было, сейчас уже другие условия, святого, как переписали, то ее сейчас огнем жжешь световым. Ей очень комфортно. На какие ситуации она влияет в твоей личной жизни? Полиня отца пришла. Через тебя раньше влияла. Раньше здесь был Елизелевол и она. И два инкуба. До их создания два молодых инкуба. Сейчас их не осталось. Инкуба уже нет. Да, мы переписали. Елизелевола тоже нет. А диманица не переписалась до конца. Связь родом есть. Зашла через отца, влияла через мужчин. Она передавалась. Тебя переходила к мужчинам. Замогала Елизелевол с другой стороны. Подталкивал. Это был их симбиоз. А отец родной или неродной? Какой отец? Через какого отца? По крови. По крови? Да. Много поколений они там властвовали. Да. Получается, что диманица с рождения у Натальи. Наталья? Да. В каких негативных ситуациях она участвовала в твоей жизни? Во всех, которые вот личная жизнь началась, вот и участвовала. кто был инициатором изнасилования в твоих жизни? Это их компания. И ее и его муж Вильзиула. А для чего им это было нужно? Так у них здесь вообще было это им было как, знаешь, встреча Нового года. И творчество, и сексуальную, и энергию маэстро. У меня это все ложилось в сердечное пространство на сердце. И вот вот эти жгло, болело. и вот это для них было самое сладкое. Ты знаешь, сколько энергии это для них было праздник каждый день. Они детей своих так выращивали. Но это они созидали. Наталья, они тебя инкубировали сколько раз? У меня идет цифра два, не знаю. Два инкубы молодых. Они стояли здесь, да. Хорошо, Наталья, как они влияли на твою личную жизнь? У меня получается, у меня личная жизнь должна быть идеальной, а у меня всегда было в хаосе, у меня и вообще не было. У меня личная жизнь могла быть только на нижних частотах. Что они для этого делали? Как они влияли? Влияли на мужчин, которые со мной. значит, те мужчины, которые были для меня хорошие, тех убирали, те разоряли, что-то с ними случалось, пропадали и подсовывали тех, через которые... Они в них тоже сидели? в них нет, но создавали ситуацию вокруг них. В некоторых да, но нет, создавали ситуацию вокруг них. Часто меня закрывали, меня хорошие люди не видят. Боялись, да, боялись меня, меня боялись мужчины хорошие. А на рождение ребенка не влияли? Да, но я вырвала влиять, но я не дал. А почему они не хотели рождения ребенка? Они знали, что... Дочь... Они знали, что она будет толчком, чтобы спасти меня. Она меня приведет к освобождению. Дочь сильная, очень сильная. Очень я ей помогу. все помогут ей. Сильная, сильная. Хорошо. Знали об этом. Они сделали свое, поблагодарила, отпустила и двери закрыла. А сейчас твое подсознание нуждается еще в этой демонице? Нет. Мне уже никто не нужен. Никто. А что тебе нужно изменить в себе на физике, чтобы больше не выходить на их чистоту? Держать себя высоких евро. Вспыльчивое, контролировать вспыльчивость. Угу. Давай теперь, Наталья, просканируем следующую чистоту. Чистоту всех подключений бесплотных и неупокоенных душ. Здесь нет воздействия, но есть связь с элементами природы, с божествами планетарными, духами стихий. А я их здесь вижу, приветствуют разные стихии. Нет, неупокоенных в полярности нет. Хорошо, идем дальше. Угу. Сканируем другую чистоту. Сканируем чистоту магических ударов негативных мыслей форм. Пошел импульс по этой чистоте? Лена, мне идет как слово отработано. Не знаю. Ну, как бы не совсем. Да? Дальше не вижу. Не совсем еще. Это родовая программа. Угу. Я вижу дверь заколочена, закрыта. Прям прибита. Открыть ее хочет, не получается. программа еще ты и ее продолжение. Это делали магическое воздействие на твою маму. А кто делал? Пусть проявится. И встали перед тобой. Матрона. Кого ты считываешь? Бабка какая-то какая-то ховер дарила. Посмотри, Наталья, посмотри, кто за этой бабкой стоит. Лен, я не знаю. Мне идет как будто какая-то жена, которая приревновала маму к своему мужу. Не знаю. Кто заказчик? Не знаю. Не вижу. А спроси, как ее зовут? Ирина. Спроси ее, зачем она сделала магию? Ревновала к мужу? Да, к чему покушалась. Но она работает на кладбище. Но сам процесс был не только в этом. Перекрытие дорог. Ага, да. Поэтому я, когда вырвалась, тогда только маму вытянула. Маме все закрыто было. Ничего мама не могла. А мама, Наташ, мама жива? Мама здесь живет, в Хорватии. Вот когда я выехала оттуда, я маму сюда перевезла. И вот тогда мама освободилась от этого всего. Не могла она там ничего сделать с собой. Варилась. А спроси у Ирины на маму тоже магию она навела? Да, навела. Но я... Стоит она сейчас или нет? Да, мне говорит. Активная программа, да? Да, 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 да. Готова снимать? Да, в курсе. Да, Лен, не вижу. А посмотри, кто ей ревность дает? Кто за ней стоит? Путь проявится. Челюсть. Челюсть сводит ее. А за ревностью что? Стоит вот эта демоница как у меня или что? Да, это она же и стоит. Там воздействие народ. Ага, да, 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 она. Да, она, она, она. Красавица. А теперь Ирина видит, что на нее влияла демоница? Я думаю, что она это осознала, что что-то влияло. Пусть прикажет ей отключиться. Пошел процесс и переконвертирую ее сердце с минуса на плюс. Да, сделано. Хорошо. посветлело, конечно, яркое стало пространство на этой частоте. Раскаются, она не злая была сама по себе. Это вообще не ее мысли будут провокаться. Да, да, все нормально. Готовы снимать магию? Конечно. Да, давно хотела посвободить. Там эта бабушка и с мамой. Да. Да, да. Дальше переходим. Следующая частота. Частота космических авторизаций всех чипов имплантов. Пошел импульс по этой частоте. Наталья, что ощущаешь? Не знаю, кажется ли это мне макушка головы. Есть что-то, где лобная часть? Усиливается, усиливается вибрация. Да, не только. Да, лобная часть, вот когда переходит. Потом. Вдоль позвоночника. Да, вдоль позвоночника. Пальцы. И пальцы, руки, ноги. Угу. А что, каракозябры меня любят? А что они делают, эти чипы у тебя? Кто-то управляет, кто-то просто тупо энергию сбрасывает. Там не совсем чипы. Они тоже есть. Какую энергию ты им отдаешь? Что это за энергия? Все, что могут, то и забирать. На две части делятся. Да. Да, здесь один ответственный, работают две группы разных сущностей. Угу. Энергетические, жгутые. А что это за ответственный, Наталья? Рептилоидный. Угу. Один рептильный, а сущность, второй это спрут. А где ты, где ты с ним познакомилась? Рептильный, из прошлых, в космическом пространстве. Ага. Спрут. Они оба одинаковые, спрут и птилия. Разные вибрации, разные вибрации двух пространств. Можно скажу, наша галактика, Андромеда, это разные совершенно вибрации на переходе из одного в другое. Она воплотилась не сразу из... Да, она воплотилась не сразу из своего источника, а из Андромеды. Перешла сюда на воплощение. Я везде созидала пространство. Везде выравнивала и гармонизировала. Везде, где есть живая энергия, я работала с этим. Наташа, посмотри, как ты прожила жизнь на Андромеде? Кем ты была? Как тебя зовут? Мне говорят, что я была врачом. Угу. Угу. Что ты делала? Как ты врачевала? Я лечила энергиями. Я знала, как лечить энергиями. Сцелить, электролы, энергиями, психиами, энергиями, космическими и ну расскажем. Как ты руками лечила или чем-то другим? Как ты лечила? Я использовала силу мыслей, энергии, которые находились во мне и стихийной энергии. И использовала некое. Там были как ритуальные предметы, как кристаллы, камни. Значит, рукотвор. Рукотворные. Делали. Опиши себя, как ты выглядела? Я себя вижу полностью как золотистой, бело-золотистой. высокая. Так, как светлая вся. Даже как бы моровей не вижу. Вся светлая, светлая. Как тебя звали? Мне приходит Аиша. Угу. Он меня по имени назвал. А была у тебя семья? Это он или она? И была ли семья? Была. Это он. А знаешь, почему я себя вижу как женщин? А потому что энергия здесь в симбиозе. Ага. Нет ярко выраженных. Ага, да, поэтому я и мысляла, думала, когда такой вопрос, как бы, кто я, мне было смешно отвечать на него. Угу. А в какой момент ты решила отправиться на планету Земля? Экспедиция, да, Лин? Не знаю. По зову. По зову, да. Экспедиция, да, помочь кто-то должно. Что это за экспедиция? Помочь. Угу. Таким же, как мы. Наталья, в чем помочь? Мне говорят, что в то время анунаки пришли. Далее, это так, как бы, память, память восстановить, напомнить. Ага, напомню. Да. Они до сих пор приходят, воплощаются все больше и больше. Пришли анунаки, и что? Наталья? Мы дали технологии светлые работать со стихиями, чтобы... И тогда анунаки ушли, тогда ничего не было. Они почувствовали силу. А как ты попала на Землю после Андромеды? Ну, пришла с другими. Ни одна я пришлась. Сколько вас было? На кораблях, да, Лен? Ну, да, это не энергетическое. Да, это не энергетическое. Что это за корабли? Что это за корабли, Наталья? Как импульс, на каком-то импульсе работают. Как они выглядят, посмотри. Мигают. Да. Пространства перемещаются очень быстро. Импульс как бы мигнуло, и все, она в другой точке. И где ты встретилась с прутом и рептилоидом по дороге на Землю? Не знаю, правильно ли это. Мне говорят, что что-то было в пространстве космическом, и как бы был вылаз какой-то, вылазка какая-то. Была. А что это? Что это за вылазка была? Ну, они инсценировали что-то, как бы какую-то поломку на корабле, что-то такое. И мы должны, да. И он сел. Вот я его сейчас гадой чувствую. Я, кстати, всегда знала, что он там у меня сидит. Я когда энергию... Это в каком моменте, Наталья, в каком моменте он сел? Ну, вот когда у нас вылазка была, вот он и присосался. В экспедиции когда? Когда мы летели с Андромеды на Землю. Угу. Во время полета, да. Вибрации подстроить надо было. Это не совсем техническое, не техническое воздействие. Ага. Подстроить у них не получилось быстро это сделать. Угу. Пришлось, пришлось сесть на этот физический объект планетарный. Вот ты подлетаешь к Земле. Что происходит? Ну, я же прилетела сюда с Андромеды с кораблем и осталась здесь на Земле. Я не захотела назад. Корабли-то никуда не ушли. Они здесь есть до сих пор. Ага. Это лишь я не знаю. Да, есть. А корабли где? В планетарном пространстве? Наталья? Где корабли? Там, мне говорят, в Земле. Везде? Везде, да. Везде в Земле и на ней. Значит, весь делок под Землей. А что значит в Земле? Ну, под Землей, под Землей, под Землей. И в пещерах и в каких-то. Ух ты. Я вижу корабль, как выглядит здесь на планете. капсульная, острая такая вытянутая структура, воткнутая прям вот так в Землю. Он прям там находится и вибрирует, да? Да, вот это слово показываю, как озвучить. Импульсы от него идут. У него до сих пор есть функция, правда, Лен? Функция есть. значит, и даже он активен, значит, он, когда не летает, у него есть функция. Так он на физике или на эфире? На физике. На физике. А где он на физике? Мне идет, что на юго-истоке Украины есть тоже такой корабль. Ну, а как-то есть, они мне показывают карту, пульсируют точки. Они как будто ждут чего-то, готовятся к чему-то. Да, готовятся. Они как будто ждут, когда придет нужный момент, эта пульсация активирует какие-то кристаллы, которые находятся внутри Земли, которые очень-очень старые, пробудется в них энергия. Ага, энергия жива Земли. И какое-то начнется соединение. Это как антидот того, что происходит на Земле сейчас. Подобное есть воздействие физическое, но только деструктивное. А почему эти корабли, если они на физике, никто не замечает? Не под землей. Врезался и воткнулся туда. Многие знают, многие знают. Скрывают информацию. Давно не там. Есть и те, что в пространстве, а есть те, что на готовность. Наталья, а вот как ты первый раз прибыла на Землю? с экспедиции мы прилетели помочь. И мне, я полюбила Землю, я осталась, я не улетела на Андромеду. Остались еще люди этим, те, которые со мной, еще не одна я осталась. Но я очень Юлю полюбила. Наталья, в какой жизни это было? 20, 25, не знаю, Лен, смотри. 25-е это жизнь в телах Атлантиды. Сейчас говорим про самое первое воплощение. Они же вышли наружу. Тела не смогли синхронизироваться с вибрациями этой планеты. Они погибли. Внутри оставаться надо было. Поэтому мне не идет информация. Я как бы понимаю, что я была, но я не вижу, как бы я не жила. Дальше воплощение уже в телах земных. Наталья, а когда спрут появился? Ну, так он тогда со мной залетел. Вот так он и сказал выйти. Ага, карказябра какая. Ах, какой ты умненький. Сейчас его вижу. Хорошо, идем дальше. Как на тебя влияет спрут с рептилоидом? Закрывают, закрывают. Не хотят, чтобы я видела. Закрывают вот эту связь с Творцом. Глючат мне. Правильно ли? У них не получается ничего. Да, у них тяжело, но закрывают. я, конечно, не пользуюсь. Переплетение идет его жгутов энергетических в дробь звоночника. Пытается соприкасаться с энергоцентрами. Мало получается чего. Остается лишь рядом находиться. Часть какой-то энергии перепадает. Влияет на костную ткань, на мышцы. Да, да, да. Тяжесть, головные боли, раздражение. Ага, раздражение его, да? Да, сомнения, угнетенность, некую анабиозность дает. Сложно решение принять быстро. Да, 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 стопроцентно. Будто бы все на самотек, это его влияние. Да, 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 стопроцентно. А рептилоид это с ним вместе с греями. Просто работают вместе. Ну да, там много, достаточно стоит. В полярности постоянно не находится какой-то период, чтобы вибрации опустить. А Грей какие эмоции у меня это развивает? Какой программ? Грей это твое состояние спрятаться. Ага, да, 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 да. Наталья, пожелай сейчас, чтобы все вышли все ответственные за всю чужеродную энергию в твоем биополе. Вышли и встали прямо перед тобой. рифтилоид так, рот я не знаю, раз, молодец, умничка. Боже, сколько этих греев здесь, Лена? Да, их бесполезно считать, они не находятся все время в полярности. Ага, да, а то они куда-то плюс-минус туда-сюда. рифтилоид рот греев но где-то вижу оттуда вдалеке вижу ее. Диманица стоит. Да, да, да. Диманица. Каналы видишь между вами? По магии стоит. Каналы не вижу. Мысли чувствую я на ногах. Я не вижу их, я и чувствую. Наталья, пожелай, чтобы проявились каналы. Теперь мысленно создай программу путем намерения передать все чужеродные энергии, которые ты получил от них по этим каналам с момента подключения к твоему биополю. И когда я скажу пошла энергия, ты начинаешь дышать, выдыхаешь на букве Х и дышишь, пока не вычистишь все каналы, либо Лена не скажет стоп. Выталкивай все по нижней частоте от этой деманицы. Ха! Выходит. Молодец. Нижняя часть, нижняя трещина. чакра удышается окончательно. Умничка. Верхние энергоцентры. По магической частоте. Молодец. Ментальный фантом спустя. По космической частоте. Молодец. Умничка. У меня полярность завибрировала в объеме. По всем каналам, по всем частотам. Готово? На счет три. Раз, два, три. Пошла энергия. Угу. Она все забрала. Молодец. Мне нравится им здесь уйти. Хотят вибрации не те. Наталья, пожелай, чтобы сейчас проявились все договора, по которым ты обязана передавать свою энергию. Контракты, соглашения, контракты рода, контракты воплощения миссии. Все, где имеется твой энергетический отпечаток в прошлом, настоящем и будущем. Посмотри, сколько договоров. Мне идет число три, но я третьим не вижу, Лена. Мне как бы идет... Ну, это соглашение. Два договора с демоницией, с притом. Да. А рептилой это соглашение. Ага, да. Оно это вообще ничего у них нет. Угу. Не гуманоида, Грей. Пусть твоя подсознательная часть прочитает договора, изъявит желание аннулировать их. Что говорит твоя подсознательная часть? Нужны эти договора? Нет, она хочет аннулировать. Но они горят. Но они горят. Договора горят. Теперь создаем мощную сферу в районе груди. Наталья. А ты видишь у себя здесь ожерелье твое? Ты видишь, что чувствуешь? Да. Вот это активируешь как-то твоя собственно, это память твоя. Знание. В сердечном пространстве далее. На груди, да? Да, на груди, да, 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 немножко выше, да. Благодарю. Ну что, Наталья, создаем сферу в районе груди, яркую сферу, программируем на уничтожение всей чужеродной энергии, а также ответственных за нее в твоем биополе. Под командой уничтожения подразумевается техника, при которой ты мысленно аннулируешь любого вида разрешения на присутствие чужеродной энергии, а также ответственных за нее в твоем биополе. И на счет три. На самом резком выдохе ты схлопываешь эту сферу и она мощной вспышкой разнесет всех ответственных за пределы твоего биополя. Готова на счет три? Да. Раз. Усиливай сферу. Два. Программируй ее на уничтожение всей чужеродной энергии. Делай глубокий вдох. на резком выдохе три. Уничтожать. Ура! Мне кажется, тебя вся вселенная услышала. Конечно, здесь никого нет. Молодец. Прямо заявила о себе в своем присутствии. Вибрации по всей племени. Готова. никого нет здесь полярности. Я ощущаю, я есть все и все есть я. Я, мое тело и пространство это единое все. И как бы только вот центр головы и вдоль позвоночника такая как полосочка, а все остальное пространство. Хорошо. Открывай свои крылья и поднимайся в абсолют. Пошла по венам. Машет, машет, машет. Подъем, пошел, подъем, пошел, подъем. Лети домой. Какие ощущения? Классно. Теперь на счет три. Переносись в свой источник. К своим близким. Откуда твоя душа пришла на планету Земля? Повернись, посмотри, кто к тебе подошел. Видишь родные и близкие души с того пространства? Ангелы. Архангел. А выше посмотри. Посмотри на себя, как тебя зовут? Выше я Архангел Михаэль. Это его источник. Я вижу его. Он наставник. Он мой хранитель. Михаэль Михаэль или Рафаэль? Михаэль. Михаэль. Они братья. Они братья. Здесь Михаэль. Да. Сейчас я вижу всех. Наталья, а как тебя зовут? Посмотри на себя со стороны. Энергия, которая переливается, переходит голубой, золотой, белый. Как имя у этой энергии? Как зовут? Лен, помоги мне. Идет постоянно Эль, Эль, и я не могу. Изуэль. Изуэль. Да. Да. А Изуэль нас слышит? Да. Слышит. Очень рад. Приветствуем тебя, Изуэль. Здравствуйте. Пообщаемся? С радостью. Ну, как ты? Очень рад сейчас пришла, пришла. Освободился? Да. Да, 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 да. Сколько ты ждал этого освобождения? Долго, долг, очень долг. Вели меня братья мои световые, вели, очень помогали. Михаэль очень помогал, вел, все жизни меня вел, Архангел Михаэль, все братья световые держали. в этом влощении пришла молодь. Какие у тебя дальнейшие планы на планете Земля? Теперь я могу открыть портал абсолютного цвета для связи и единства всех. Ну, открывай, мы будем очень рады. Как ты это будешь делать? Это уже происходит. она знает, она доделает. Какие изменения произойдут? Равновесие. Равновесие на Земле будет больше равновесия. Будет больше проходить истинного света, который будет уличать ложный свет. Люди будут лучше видеть. На физическом плане кто будет попадать в это пространство, будет попадать под пространство света и любви, будет подниматься, просыпаться. Она будет лечить людей, будет еще больше знаний, проснули знания вспомнить, будет знать, как работать не только с телом, но и с энергиями. Многих излечит излечит многих. Но главное, свет, главное, это очищать пространство, чтобы света все больше и больше могло проникать на землю. для возрождения, вознесения, восхождения. А что вы можете посоветовать человечеству, как им расчищать пространство? Каждый пусть начнет с маленькой мысли, желания, просто захотеть. Это так просто захотеть. И пространство будет расчищаться каждый. Пусть верит. Нет здесь никого ко мне цвета. Нет, каждым есть свет. просто пусть позволит этому свету светить. Это так просто. Пусть любят, всегда пусть любят, несмотря ни на что. И пространство будет очищаться, будут загораться, 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 и потом соединится свет, как решетка соединиться и трансформирует. Идет трансформация общего поля сознания. Поле, чем светлее поле сознания, тем больше света проникает, тем больше пробуждения. Это процесс Творца, процесс вознесения. Каждый, кто захочет, он вознесется, если он захочет, истина захочет. Если просто сделает один шаг навстречу, она пришла, потому что захотела, так может каждый, абсолютно каждый, просто пожелать. и всегда произносить по воле выбора души. По воле выбора души вы имеете право получить все. Нет никого и ничего, кто вас может ограничить. Вы можете прийти к своему единству и абсолютному сознанию. Благодарю. Наталья, у тебя остались вопросы к своему высшему я? Что говорят тебе про экзогипноз? Они меня привели. Мне надо было, чтобы только так я могла быть счастлива и прийти к своей реализации. Только через единство со своим высшим я во мне. Это могла я пройти только здесь, Кимура. Они меня вели. Хорошо, Наталья. Ну что, у тебя остались вопросы? Нет. К сеансу. Все ли тебе понятно? Да, мне все понятно. На все вопросы ответила? Да, я пришла к тому, к чему я и шла. Поблагодари всех участников сеанса. Благодарю всех и дарю им свою люмпу. Светлых и темных. свет всех. Благодарю всех. Всех гостях. Все ласк. которые ласк. Все ласк. Субтитры создавал DimaTorzok